Здравствуйте, Арсен. Безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Вот человек достаточно занятой, у вас всегда куча проектов. Мой первый вопрос, он будет такой общий. Когда-то фотография, это, наверное, даже можно сказать, была роскошью. Люди редко фотографировались, фотографов было мало, техники было мало. Люди шли как на какое-то мероприятие. Позже, в советское время, к примеру, во всем мире появились отелье, фотоотелье. Люди опять-таки приходили туда, фотографировались. Сейчас у каждого человека, у которого есть телефон, этой проблемы нет. Они фотографируют все, что хотят. Миллионы фотографий. Каждый человек, как говорится, сам себе фотограф. Для вас, как для профессионального фотографа, это хорошо или плохо? Это первая часть моего вопроса. И вторая часть. Как в такой конкуренции фотографу профессиональному выделиться? Как показать то, что он профессионал? Во-первых, начнем с того, что раньше фотография была достаточно... Не так, как сегодня, естественно. Допустим, я много раз привожу пример, что в СССР был фотоаппарат, который назывался «Смена 8М». Его могли позволить практически каждому школьнику. Он и был. И он до сих пор в книге рекордов Гиннесса, как самая массовая камера. Ну и пленки там свема, тасма, они стоили относительно недорого. Но да, как бы все равно, чтобы приобщиться к фотографии, нужно было даже не столько материально, сколько просто морально быть готовым иметь на это большое желание. Потому что нужно было пленку проявить, закрепить, напечатать фотографии. Это гораздо более длительный, сложный процесс. Хотя, ну, я говорю, достаточно массовое явление было. В каждой школе практически были кружки фотографов, там люди занимались. В домах пионеров, которые раньше существовали, тоже были кружки фотографов. То есть явление тоже было достаточно массовое. Вот. И оно, конечно, имело более такой художественную направленность. Не столько документальную, сколько такую... Как вид искусства действительно. То есть людей учили, детей учили фотографировать красиво. Сейчас она стала более такой бытовой. То есть люди фотографируют все подряд. То есть те же инстаграм-блогеры, да, они там начинают своего завтрака, там, похода в ванну и так далее. Все успевают запечатлеть. Хорошо это или плохо? Ну, как бы оно так, как есть. Да, мы с этим ничего не можем подделать. С одной стороны есть плюсы огромные, с другой стороны минусы тоже есть. Массовое внедрение фотографий в нашу жизнь, оно привело к тому, что, с одной стороны, даже вот целый класс фотоаппаратов, раньше были компактные фотокамеры, мыльницы так называемые, да, которые как раз были самыми массовыми, и больше всего доходов и фирмам-производителям фотоаппаратов приносили, да. Этот класс полностью вымер, потому что его заместили телефоны. То есть такого же качества снимок, который мы могли получить раньше с мыльницей, сейчас получается с более-менее, даже не продвинутого, со среднего телефона, вы можете получить фотографию такого же качества. Вот, целый класс фотокамер вымер из-за внедрения фотографий в телефоны. Ну, это, наверное, плюс для обычных людей, потому что они могут уже сами все запечатлеть. Для фотографов минус это или плюс? Ну, я считаю, все-таки больше плюс, наверное, потому что, чтобы выделиться, опять же, да, нужно делать, нужно стремиться к какому-то совершенству, да, нужно действительно представлять из себя что-то, чтобы люди именно не сами на телефон сфоткались, как говорится, да, а пошли к вам за красивой фотографией. Чем больше, тем более жесткие условия у человека, чем больше конкуренция, тем, я считаю, это лучше, потому что человек уже старается совершенствоваться, да, достигать чего-то, и, как говорится, выживают только те, которые, ну, действительно что-то из себя представляют. Арсен, мне бы хотелось узнать, как вы стали амбассадором фирмы Pentax? Тоже, наверное, уже как-то где-то говорил, что у меня нет такого поклонения брендам. Допустим, телефон у меня не айфон, там, ну, я не люблю вот те фирмы, которые, как бы, пользуются именем, пользуются брендом, да, не люблю почему, потому что в основном все их заслуги, вот, в любой деятельности, это взять, будь то автомобили, будь то какая-то электроника, да, истории этих брендов, они уходят корнями, там, в 50-е, 60-е годы прошлого века, да, когда этот бренд создавали, действительно, инженеры какие-то, да, люди, которые, там, занимались каким-то поисками, творчеством, находили какие-то новые решения, да, стремились качественно что-то создавать, то есть они построили этот бренд, и тогда он, действительно, имел ценность в плане того, что он что-то, вы знали, что покупая, там, допустим, вот вещи, этого бренда, вы получаете качество. При выборе фотоаппарата, естественно, я практически сразу отмел вот эти топовые бренды, потому что я начал сравнивать характеристики камер, я увидел, что у тех, которые, как бы, топами считаются, у них камеры по возможностям даже хуже, но при этом стоят дороже, причем значительно дороже. Поэтому я выбрал камеру вот этого бренда, потому что она за меньшие деньги, и она мне позволяла реализовать больше задач. Ваши фотографии, Арсен, вошли во множество престижных изданий. Вот с собой вы принесли эти книги, эти фотоальбомы, говорят сами за себя, лучшие фотографии России, лучшие фотографии дикой природы, дикой природы России. Вот этот фотоальбом, в котором ежедневник, вы были первым человеком из России, фотографом, работы которого вошли в этот ежедневник. Наверное, это все-таки признание? Да, это, наверное, признание проделанной работы и показатель какого-то уровня. То есть это не столько мои там амбиции какие-то, да, или самолюбие тешит, сколько показатель того, что, ну, мой уровень там где-то так находится, да, потому что я как бы, ну, считаю, что человек должен оценивать свои работы не сам, а должны быть со стороны зрителей, там, специалисты. То есть те же вот титулы, так называемые, да, звания профессиональных фотографов, ну, оно должно быть чем-то подкреплено. То есть, ну, иногда такое мнение бытует, что профессионал это тот, кто зарабатывает деньги, допустим, да, но это не всегда так, потому что деньги можно зарабатывать там, не имея достаточно большой квалификации, вы просто занимаетесь какой-то деятельностью, за которую вам платят деньги. Но при этом, ну, как бы называть профессионалом, иногда язык не поворачивается. Как бы вы охарактеризовали свой стиль фотографирования? Есть у вас свой стиль? В принципе, я люблю снимать все. У меня нет какой-то узкой специализации, хотя это вроде, ну, как бы, можно даже сказать недостаток, наверное. Все-таки больше ценится, когда человек там работает в каком-то направлении, имеет такой почерк свой. Ну, мне нравится снимать все. Какие-то времена жизни, периоды у меня, ну, скорее, это даже не то, что там увлечение, просто обстоятельства складываются так, что идет уклон в какую-то одну сторону, потом идет уклон в другую сторону. Но, в принципе, как бы у меня и набор объективов максимально универсальный, да, допустим, то есть объективы, это же тоже, они абсолютно разнонаправленные. Поэтому у меня есть набор объективов, которые позволяют снимать, ну, практически все. И если я вижу что-то красивое, там, неважно, это там цветок, насекомое, там, птица, или там пейзаж, что-то, кат, рассвет, или там еще что-то, люди, портреты, я, ну, как бы, прекрасно оно должно быть запечатлено, неважно, что это. Арсен, скажите, пожалуйста, можно ли человека научить фотографировать красиво? Я не имею в виду, вот, ремесло профессионально, или это дано свыше, это есть, или этого нет? Я думаю, все-таки, наверное, в первую очередь должно быть врожденное видение. Другой вопрос, что даже имея видение, если нету обучения, да, нету стремления там развивать, то это зародышем может так и остаться. А если это развивать, да, либо саморазвитием заниматься, да, либо где-то там обучаться, то можно просто, это природный, как бы, дар, да, его можно развивать и доходить до определенного уровня. Человек, у которого видения нету, и я знаю много таких примеров, ну, вот, по кадру видно, что человек не видит, он не может построить кадр, допустим, да, он просто вот в разные стороны снимает что-то, да. Иногда у него по теории вероятности, просто, ну, совпадение некоторых факторов, у него получается красивая фотография, ну, она там один, там, на стол. И этот человек снимает много лет. Это просто ремесло для него. Да, ремесло. Может быть, может, ему просто это нравится, но, как бы, вот, глядя на вот многие года его съемок, ты видишь, что нету роста, то есть человек не растет, он не развивается, значит, он просто не видит. У него нету чувства кадра, нету чувства композиции, света и так далее. То есть все-таки, ну, в первую очередь, наверное, должно быть какое-то врожденное чувство, видение, но и при этом обучение тоже имеет роль, конечно. В вашем понимании, что такое красивая фотография? Наверное, та, которая вызывает какие-то чувства. Вот вы на нее смотрите, и на нее хочется смотреть, она вызывает какие-то эмоции. Потому что сейчас, вот, как вы сказали, фотографии миллионы, да, даже не десятки тысяч, миллионы, каждый день в сеть вываливается просто огромное количество фотографий. И вот хорошая, красивая фотография, это та, которая вот даже на первый взгляд, она сразу цепляет, которую хочется рассматривать, которая сразу привлекает взгляд. То есть это из общей массы, вы оп, сразу на нее обратили внимание. Она должна быть гармоничной. Сейчас очень много, очень часто бытует такое мнение, есть даже поговорка какого-то великого фотографа, высказывание точнее, что фотография — это не спорт, и в ней нет правил. И молодежь, очень часто молодежи вообще бунтари, они любят это все отметать. Нет, вот, как фотография, это искусство, правил нет. Ну, тогда такой вопрос, а чему учат людей в художественных училищах, если там нет правил, да? А, ну, как бы, изобразительное искусство, оно одинаково, что фотография, что рисование, да, скульптура, там, в принципе, правила, основные правила одни и те же. То есть все равно есть общие, ну, как, это даже не правила какие-то, что вот так можно делать, так нельзя делать. Это, как бы, исследование психологии человека. Опять же, вот вы спросили, что такое красивая фотография, да? То есть со временем, начиная, там, с Микеланджело, да, там, с Леонардо да Винчи, как раз вот это определение, что заставляет человека говорить, что эта фотография красивая. То есть в этом нет случайности обычно. То есть есть определенные закономерности. Так же, как вот в музыке, да, вот семь нот, вроде же можно авангард какой-то сделать, взять хаотично эти ноты разбросать, сказать, ну, нет правил, я вот, я художник, я так вижу, да? Ну, может, вам лично это будет нравиться, там, еще двум-трем людям. Но чтобы нравилось многим, да, там должны быть определенные сочетания нот, да, гармоничные. Точно так же и фотографии. Должна быть гармония, там, как падать свет, какое освещение лучше, да, перспектива, там, какие-то наличия каких-то, композиция, построение кадра. Это все должно быть гармонично. Причем даже те, которые нарушают правила фотографа, да, они в основном, это немножко лукавство такое, то есть они прекрасно знают все правила, да, все законы жанра, скажем так. И нарушение это делают, исходя из знания этих правил. То есть они не случайно там что-то делают, они делают намеренно, зная, какой будет результат. Это очень сильно отличается от ошибки новичка, который просто делает эту, он так сделал не потому, что он так хотел, а потому, что он не знает, как сделать, как нужно сделать. Это, ну, как бы ошибка. Профессионал, когда он знает, он знает построение данного кадра, он знает, что если сделать вот так, то это будет вот прям хорошо. Он может иногда, да, нарушать эти так называемые правила, да. Тут не стоит, как бы, заморачиваться на самом слове правила. Вот, многих это, как бы, слово само, оно немножко вводит в заблуждение, запутывает, или возмущает, какие правила там могут быть в искусстве. Это просто, как бы, законы гармонии. У нас же в природе тоже есть гармония, правильно? Мы смотрим, тоже видим, что дерево или здание, там, да, вот это гармонично, вот это кривое, корялое. Это наша психология, которая веками там выработалась в голове, понятие, что такое красиво, некрасиво, хорошо, плохо и так далее. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, что такому талантливому человеку можно пожелать вдохновения. Спасибо вам.